Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики и гости моего канала! Вы на канале Секреты вязания и сегодня мы с вами будем вязать очень интересный узор спицами, который я называю чешуйки. Возможно, у него есть и другое какое-то название, но лично я его уже очень давно вяжу и знаю вот с таким названием. Если вы знаете какое-то другое название такого вот узора, то напишите его в комментариях. Этот узор мы с вами будем использовать в различных аксессуарах. Его можно вязать как поворотно-обратными рядами, так и при вязании по кругу. В этом мастер-классе я вам покажу, как этот узор вязать поворотно-обратными рядами, то есть на прямых спицах, не на круговых, а на прямых спицах. А ссылочку на видео, где я показываю, как вяжется вот этот узор по кругу, оставлю вам внизу под этим видео. Посмотрите на этот узор, он односторонний, да? Вся красота у нас на лицевой стороне. С изнанки он смотрится вот так. Вязать такой узор можно из любой пряжи и любым номером спиц, который подходит под эту вашу пряжу. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Вот посмотрите, этот узор можно вязать в двух вариантах. Может быть вы сразу не заметили. Нижняя часть горчичного цвета, да, у нас. Если ввести вот под эти чешуйки спицу, вот так, то каждая чешуйка у нас расположена друг напротив друга, видите? Как будто бы лесенка такая сформировалась, видите? Это первый вариант вывязывания такого узора поворотно-обратными рядами. Видите, как ложатся вот эти вот протяжечки, вот эти чешуйки, да, будем так их называть. Теперь посмотрите на вот эту сиреневую часть. Здесь эти чешуйки вот так вот, видите, уже не расположены, то есть они уже лежат под наклоном. Вот так можно только ввести спицу. Видите разницу? Прямо вот так я не смогу ввести спицу, потому что здесь идет изнаночная петля провязанная и в нее туго проходит спица по сравнению с этой протяжкой. Здесь свободно, видите, дырочка большая. В общем, разницу вы увидели. И давайте начнем, например, с этой части. Сначала вывяжем образец, чтобы чешуйка была над чешуйкой, вот как здесь. Берем любую трикотажную пряжу, у меня это пряжа Бобилон, и набираем петли. Нужно набрать нечетное количество петель, любым способом набирайте. Главное, чтобы число петель было нечетное. Я набрала 9 петель. Разворачиваем вязание. Вот это у нас будет лицевая сторона. Кромочную можете провязывать как хотите, я буду ее просто снимать. Кстати, по вашим просьбам я взяла именно трикотажную пряжу, чтобы вам было лучше видно, как вяжется узор. А в комментариях, пожалуйста, напишите, лучше использовать трикотажную пряжу всегда, чтобы вам все было хорошо видно, или менять и использовать разнообразную, там и потоньше, и потолще. Раппорт этого рисунка в высоту состоит из двух рядов. Вяжем первый ряд, и он вяжется очень просто. Все петли вяжем просто лицевыми. Последнюю петлю кромочную я буду провязывать изнаночной, а вы как хотите. На кромочных петлях я акцентировать внимание сейчас не буду, их можно провязывать по-разному, как хотите. Второй ряд, в данном случае он у нас изнаночный. Первую петлю мы вяжем лицевой, вот так. А вторую просто снимаем. Ниточка идет, видите, у нас там за спицами, за работой это правильно говорить, за работой. Дальше следующая лицевая. Следующую просто снимаем на правую спицу. Снова лицевая. Потом снимаем. Снова лицевая. Ну и последняя изнаночная. На лицевой стороне повешу маркер. Вяжем следующий третий ряд. Это лицевой ряд. Все петли лицевые. Последняя изнаночная. Разворачиваем. Вяжем следующий четвертый ряд. Кромочную я снимаю. Дальше вот эту вторую петлю мы вяжем лицевой. А третью петлю снимаем просто на правую спицу. Снова лицевая. Снимаем. Лицевая. Снимаем. Довязали ряд. Следующий ряд вяжем. Опять кромочную снимаем. И все петли вяжем просто лицевые. Все готово. Посмотрите, что у нас получилось. Мы провязали 4 ряда. И вот на лицевой стороне сформировались вот эти чешуйки. Видите? Вот они друг над другом. Дальше вяжем аналогично. Только смотрите, как понять, когда петлю нужно провязывать, когда нужно снимать. Вы смотрите, вот поворачиваете вот так легонько и смотрите. Видите, где чешуйки? Раз, два. Напротив третьей петли. Значит, снимать петлю нужно вот эту, третью. Ту петлю, напротив которой находятся чешуйки, нужно снимать. Значит, вторую вяжем лицевой. Третью снимаем просто. Лицевая. Снимаем. Довязываем этот ряд, разворот. И вяжем следующий ряд. Все петли лицевые. И давайте провяжем еще один ряд изнаночный. Так, смотрим, где у нас чешуйки. Вот, видите, напротив третьей петли. Вторую вяжем лицевой. Третью снимаем. Вот и все. Вот так вот дальше вяжем, чередуя эти два ряда. Первый лицевой. А во втором одну петлю вяжем лицевой. Вторую просто снимаем. Лицевая снимаем. И вяжем таким образом полотно, вот так вот, поворотно-обратными рядами на нужную нам высоту. Ну все, вы у меня молодцы. Мы с вами провязали этот вариант, когда чешуйка идет над чешуйкой. Теперь свяжем вот этот вариант. Давайте возьмем пряжу другого цвета. Прикрепим ее за первую петлю, вот так. И вяжем первый ряд взора чешуйки, когда они не друг напротив друга, а идут под углом. Первый ряд вяжется аналогично. То есть все петли лицевые. Вяжем второй изнаночный ряд, снимаем кромочную. И здесь уже вы можете начинать вязать вторую петлю или лицевой, или снимать ее. Это уже ваш выбор. Как сделаете, так и будет. Например, давайте снимем вторую петлю. Сняли. Значит, следующую вяжем лицевой. Сняли следующую. Лицевая. Следующую сняли. Следующую лицевую вяжем. И так вяжем до конца ряда. Последнюю петлю я вяжу изнаночной. И разворачиваемся. Следующий третий ряд. Снимаем кромочную. Вяжем все петли лицевые до конца ряда. Так, довязали. Разворот. Вяжем четвертый ряд. Снимаем кромочную. И здесь фишка в том, что, смотрите, вот у нас идет эта чешуйка, да, дужечка. Вот эта. А там, где мы снимали петельку. Вот она. Вторую петлю мы снимали, да, ранее. В этот раз напротив вот этой чешуйки мы не будем опять снимать. А мы провяжем лицевую. А снимем следующую, третью петлю. Дальше вяжем лицевую. Снимаю. И лицевая. Последняя изнаночная. Разворот. Следующий ряд вяжем лицевыми. Провязали вот этот лицевой ряд. Разворот. Опять вяжем изнаночный ряд. И смотрим, где у нас эта чешуйка, где эта протяжечка. Вот она, видите, напротив третьей петли. Значит, в этот раз меняем местами. И снимаем теперь в этот раз вторую петлю. А третью вяжем лицевой. По сути, мы лицевой петлей провязываем постоянно то вторую, то третью. Вторую, третью. Меняем местами. В каждом ряду, вот этом вот изнаночном, меняем их местами. Вяжем в шахматном порядке. Следующий ряд. Все петли лицевые. И давайте еще один ряд провяжем. Смотрим, где нам нужно делать эту чешуйку. Значит, вот эта дужечка, чешуйка, давайте я так называть. Она напротив второй петли сейчас. Значит, в этом ряду, в изнаночном, нужно эту дужечку делать напротив третьей петли. То есть, снимать третью петлю. Вторую вяжем лицевой. Снимаем третью. Видите, когда мы снимаем вот так вот петлю и прокладываем нитку вот эту перед полотном. Вот так на полотне. То у нас и формируется вот эта чешуйка. Вот эта дужечка. Ну вот и все. Видите, теперь они у нас под наклоном. Так получается, потому что мы в шахматном порядке провязываем вот эту лицевую петлю. То вторую петлю вяжем лицевой, а следующую снимаем. То наоборот. Вторую снимаем, а третью вяжем лицевой. Раппорт данного рисунка, вот этого нижнего, состоит из двух рядов. А вот этого верхнего из четырех рядов. Второй и четвертый ряд мы провязываем как бы в шахматном порядке. Надеюсь, вам все понятно. Узор, в принципе, не сложный. И легко запоминается. Что еще хочу сказать об этом узоре. Значит, он стягивает полотно. Что я имею ввиду, когда так говорю. Давайте, например, провяжу дальше вот просто лицевой гладью несколько рядов. Видите, как полотно начало расширяться. Если бы мы изначально начали вязать лицевую гладь вот внизу, а потом перешли на этот узор, ну вот так. То видите, узор стягивает полотно. В этом месте полотно получается уже, чем лицевая гладь. Этот образец тоже, видите, я вязала. Сначала шло полотно поуже, вот пустила пару рядов лицевую гладь. И сразу оно чуть стало шире, потом опять сужается. В любом случае, какое бы вы изделие не вязали этим узором, все равно нужно вязать образец, стирать его, высушивать. И потом измерять, высчитывать, сколько у вас петель, там в одном сантиметре, сколько нужно набирать петель для этого вашего изделия. Вы часто спрашиваете, как делать убавки в различных узорах. Теперь давайте покажу, как можно сделать убавку в этом узоре при вязании поворотно-обратными рядами. Убавки в таком узоре удобно делать именно в лицевом ряду, когда мы вяжем лицевые петли. Вот, например, видите, лицевая должна быть та петля и следующая лицевая. Мы ее разворачиваем и эту правой стенкой к нам. Вот правая стенка петли, она справа, видите, и здесь, правая, вот перед спицей. И вяжем две вместе лицевой. Дальше снова петли, если нужно, то разворачиваем правыми стенками вперед и вяжем две вместе лицевой. Дальше у нас осталась одна лицевая и последняя изнаночная. Все, сделали убавки. В следующем ряду мы опять делаем чешуйки, формируем их. Когда мы делаем убавки, то вот эти чешуйки могут немножко сместиться. Поэтому нужно считать, сколько нужно сделать убавок, чтобы сохранить узор. То есть, если вы вяжете вот так вот по диагонали, то чтобы он дальше и сохранялся по диагонали, вот эти чешуйки. А если вы вяжете вот так вот, когда чешуйка над чешуйкой, то опять же нужно высчитать, как нужно делать убавки, чтобы рисунок сохранился и чешуйка после убавок опять же располагалась над чешуйкой. Это все нужно высчитывать, смотря что мы вяжем. Шапку или шарф или варежки или митинги или носки этим узором. В зависимости от изделия мы уже и думаем, как делать убавки, чтобы сохранить рисунок. А закрывать петли, например, можно любым способом в таком узоре. Вот такой способ, какой вы знаете, такой можете использовать. Я вот обычный попробую. Сейчас в изнаночном ряду, видите, вяжу петлю лицевой и вешаю петлю на петлю. Самый обычный способ. Закрывать петли можно как в изнаночном ряду, так и в лицевом. Надеюсь, вы поняли теперь, как вяжется этот узор чешуйки поворотно-обратными рядами. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки. Если знаете другое название этого узора, напишите его в комментариях. Ищите меня в инстаграме и других соцсетях. Ссылочки все внизу под этим видео. Смотрите обязательно видео о том, как вяжется этот узор по кругу. Напоминаю, что ссылочка будет внизу под видео. Всем желаю ровных петелек и до скорых встреч. Пока-пока!